Вопрос. Когда путнику запрещено разговляться? Упомяните причины. Ответ. Хвала Аллаху. Священный Коран, пророческая сунна и единодушное мнение всей мусульманской общины, Ижма, подтверждают, что путник может разговляться в дневное время месяца Рамадан. Всевышний Аллах сказал. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос 37717. Ученые фикха, да помилует их Аллах, упоминали, что путнику дозволено разговляться в том случае, если он уехал на такое расстояние, при котором дозволяется сокращать молитву, и если его путешествие было дозволенным. Если человек не уехал на расстояние, при котором можно сокращать молитву, или его путешествие сопряжено с грехом и ослушанием, то разговляться ему не разрешено. Также запрещено разговляться и в случае, если он уехал, чтобы разговляться. Ему запрещено и само путешествие, и разговение. Расстояние, при котором дозволено сокращать молитву, по мнению большинства ученых, равно 4 бурудам, что примерно равно 80 километрам. Некоторые ученые считали, что не нужно обращать внимание на расстояние, но путешествием называется каждая поездка, которая среди людей обычно считается путешествием. Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос номер 38079. Мнение о том, что человеку, который посредством своего путешествия совершает грех, не дозволено разговляться и использовать другие разрешения Аллаха в пути, например сокращать молитвы, является мнением маликитов, шафиитов и хамбалитов. Смотрите Аль-Мухни, том 2, страница 52. Они объясняли свое мнение тем, что разговение – это позволение, рухса, а человек, который посредством своего путешествия совершает грех, не является тем, кому применяются разрешения и облегчения шариата. Также были и те, кто в качестве довода приводил слова Всевышнего. Если же кто-либо вынужден пойти на это, не домогаясь запретного, не проявляя ослушания и не приступая к пределу необходимого, то на нем нет греха. Основание доказательства состоит в том, что Всевышний Аллах не дозволяет употреблять мертвичину в вынужденном состоянии тому, кто ослушивается и приступает к пределы, так как они грешники. Они поясняли, что проявляющие ослушание – это тот, кто вышел против имама, а приступающие к пределы необходимого – тот, кто враждует и разбойничает на дорогах, ворует. Анафиты считали, что в любом случае дозволено использовать облегчающие путешествия и разрешения, разговения, сокращения молитв и прочее. И этого же мнения придерживался шейх Ибн Таймия, да помилует его Аллах. Смотрите Аль-Бахру-Раик, том 2, страница 149. Нажму Аль-Фаттауа, том 24, страница 110. Эти ученые не согласились с доводом большинства ученых в виде аята и сказали, что проявляющие ослушание – это тот, кто получает или употребляет запрещенные виды пищи, хотя может употреблять и дозволенные. А приступающие к пределы необходимого – тот, кто превышает меру, достаточную для него, чтобы не умереть с голоду. Что касается того, кто направился в путь, чтобы разговеться, то этот человек прибегает к хитрости с шариатом, а посему он наказывается тем, что противоречит его мнению. В книге Памаза Бухамбалитов «Каща фуль-Кинаа» сказано, «Если он направился в путь для того, чтобы разговеться, то ему запрещено выходить в путь и разговляться, так как он отправился в путь только для разговения. Что касается запрета разговляться, то потому что у него нет причины для дозволенности этого. Что же касается запретности путешествия, то потому что оно является средством запрещенного разговения. Путник может разговляться только тогда, когда отъедет от зданий своего города или селений. Разговляться до этого ему запрещено, так как до этого он все еще не считается путником. Таким образом, путнику запрещено разговляться в нескольких случаях, среди которых, первый, если его путь меньше расстояния, при котором дозволяется сокращать молитву. Второй, если его путешествие само по себе не является дозволенным, по мнению большинства ученых. Третий, если он направился в путь для разговения. Четвертый, если отправился в путь и пожелал разговеться до отъезда от домов своего города или селения. Пятый, по мнению большинства ученых, есть и пятый пункт, а именно тогда, когда путник пребывает в городе, в который он направился более четырех дней. Другие же ученые считали, что путнику разрешается пользоваться облегчениями шариатов пути все время, пока он находится в путешествии, несмотря на долготу его путешествия. Аллах знает лучше.